Здравствуйте! Это выпуск новостей в студии Анастасии Редько. Сегодня у выпускников школы и их родителей есть возможность узнать все о единых госэкзаменах. Рособранадзор открывает горячую телефонную линию. Работать она будет с 11 часов до полудня по московскому времени. Номер на экране. Кстати, у 11-ти классников есть возможность посмотреть, какие задания в этом году были на досрочном этапе ЕГЭ. Они выложены официально в открытом доступе на сайте Федерального института педагогических измерений. Сами экзамены выпускники школ начинают сдавать с 27 мая. В этом году по республике будет работать 53 пункта приема единого госэкзамена. Этого достаточно, заявили в Министерстве образования. В этом году впервые опробируют новую технологию сканирования, правда, не везде, а только в отдаленных территориях. В этом году у нас впервые организована технология печатания контрольно-измерительных материалов в Юкаменском, Ярском и Камбарских районах. Самые дальние районы. Это для того сделано, ну, во-первых, это желательно, конечно, чтобы во всех было, но пока вот не хватает средств. Мы взяли самые дальние районы, чтобы педагоги по ночам не катались сюда за контрольно-измерительными материалами и не приезжали усталые домой. Семь пунктов проведения экзамена оборудуют системами подавления сигнала, глушилками, но главное изменение коснется не 11-х, а 9-х классов. В этом году они будут сдавать 4 обязательных экзамена, а не 2, как раньше. Биологию и общество знаний девятиклассники впервые будут писать под камерами. Экзамен пройдет в режиме онлайн. В Ижевске разгорается скандал. Прямо в городской очереди растет несанкционированная свалка. Уже появились полчища крыс и насекомых. Люди не раз обращались с требованиями об ее ликвидации. На место с проверками въезжали комиссии, но нарушений не нашли. Свою ревизию провели и общественники. К ним присоединилась наша съемочная группа. Эта территория должна была стать учебно-тренировочным полигоном для спасателей. На 4,5 тысячах квадратных метрах планировалось построить площадки, на которых спасатели смогли бы отрабатывать действия в случае ДТП, взрыва или пожара, но не успели. Место для учений превратилось в гигантскую свалку. Мелкие машины со всего города привозят сюда мусор, и большие машины уже вывозят на полигон бытовых отходов. Но, видимо, происходит так, что привозят намного больше, чем вывозят. Территорию Пуськово спасательной службы захватили владельцы соседнего участка. Здесь, за лентой, ижевское предприятие когда-то собиралось заниматься сортировкой мусора. Но сортировочную ленту не включали уже три года, рассказывают очевидцы. Груды мусора только растут. Задумывалось, предполагаю, изначально хорошая классная идея – это привозить твердые коммунальные отходы, затем сортировать, то есть действительно выбирать отсюда ценное вторсырье, продавать, а остальное вывозить на полигон на захоронение. Сейчас, будем говорить объективно, это свалка. Свалка несанкционированная и опасная. Нет ни навеса, который бы укрывал мусор от осадков, ни водонепроницаемого покрытия. Куда попадает фильтрат – страшно представить. Давно появились мухи, крысы и неприятный запах. Все это мешает работать не только спасателям, но и соседним предприятиям. Кроме крыс появились бродячие собаки, причем очень агрессивные собаки. И это мешает людям. То есть у нас, например, у меня, у других соседей есть ночная смена. Люди отказываются выходить в ночную смену, потому что собаки нападают. Люди неоднократно пытались добиться очистки территории. И сюда, по жалобам, даже дважды выезжали специалисты Роспотребнадзора. Компанию штрафовали. Но почему не добились ликвидации незаконной свалки, взялись выяснить активисты Общероссийского народного фронта. Сегодня общественники пригласили представителей, пожалуй, всех госорганов, которые могли бы решить эту проблему. Здесь просто-напросто, скажем так, практически экологическая катастрофа. Это окраина города Ежевска. Но мы с вами знаем, что примерно в 800 метрах ниже по участку находятся жилые дома. Я думаю, что мы сможем все это дело сдвинуть с мертвой точки. Сейчас незаконной свалкой занялась природа охранной прокуратуры. И у нее уже есть вопросы к специалистам, которые проводили здесь инспекции. Но нарушений не нашли назначенной проверки. Результаты проверки покажут, какие нарушения и дальнейший путь движения. Практика по аналогичным объектам в природоохранной прокуратуре есть. Это так называемая сортировка на Карла Маркса, которая сейчас не функционирует. Добиваться ликвидации свалки правоохранителей намерены через суд. Но результаты экспертиз будут готовы к июлю. Поэтому неприятное соседство людям придется потерпеть еще несколько месяцев. Анастасия Редько, Василий Хрюков, телеканал «Моя Удмуртия». Анонимное тестирование на ВИЧ в эти дни могли пройти студенты ЖГТУ и жители Ижевского микрорайона «Металлург». В течение трех дней в студенческой поликлинике работала бригада специалистов Центра СПИД. Сдать тест на ВИЧ сведе риск к нулю девиз акции. На призыв волонтеров студенты охотно откликнулись. По словам экспертов, число зараженных опасной инфекцией в нашей республике стремительно растет. Прошлый год побил все рекорды. Эксперты выявили больше тысячи вновь инфицированных. И основная часть оказалась вовсе не молодежь, а люди зрелого возраста. «Мы можем оценить, что вспышка ВИЧ-инфекции в настоящее время идет среди зрелого населения, достаточно зрелого возраста, где-то 30-40 лет. Уже молодежь, вы знаете, она стала просвещенной. Видно, результаты нашей пропаганды и профилактической работы она просветилась и знает, как заниматься профилактикой». Буквально на днях в Удмуртии завершились испытания новой ВИЧ-вакцины, сообщил Олег Шейкин. Результаты сейчас изучают специалисты. Чуть позднее них объявят публично. Специалисты сейчас ждут и итогов тестирования на наркозависимость среди молодежи. В этом году проверка проходит среди учащихся техникумов. Первый этап психолого-социологический уже завершен. Сейчас начинается следующий, лабораторный. В этом году он проводится по новой методике с применением анализаторов. Анализаторы, которые считывают анализ и непосредственно уже дают распечатку о том, какой результат. Это не то, чтобы кого-то схватить за рука, а самое главное, чтобы мотивировать на то, чтобы человек не употреблял наркотические вещества. Об этом главврач республиканского наркодиспансера рассказала на круглом столе. Инициатор встречи, руководитель постоянной комиссии Госсовета по национальной политике и общественной безопасности Инвеликасимов. Участниками были и полицейские. Они представили статистику по наркопреступлениям, совершенными подростками. Таких дел с начала года они завели уже два десятка, но это значительно меньше, чем в прошлом году. Музей Республики отметили свой международный день, праздник, на котором экспонаты обычно предстают перед посетителями в глянцевом и нарядном виде. Наш корреспондент Дмитрий Вороновин решил эту традицию немного нарушить и отправился в фондохранилище Республиканского музея изобразительных искусств. В этот неприметный подвальчик в самом центре города попасть может далеко не каждый. На входе железные решетки. Сразу за ними строгая сотрудница, которая сначала проводит инструктаж. Руками ничего не трогать, не прислоняться, не шуметь. Это хранилище фондов Республиканского музея изобразительных искусств. Почти резиновое, в нем хранится даже страшно себе представить, 13 тысяч экспонатов. Когда музей создавался, у нас был всего 91 предмет. Вот на 1 января 81-го года, а музей открыт был в 80-м году, у нас был 91 предмет. Сейчас у нас 13 тысяч. Старенький подвальчик – плохой союзник в хранении бесценных картин, икон, скульптур. С каждым годом коллекция музея растет. На этих стеллажах собраны лучшие произведения художников и народных мастеров Удмуртии. Есть коллекции графики, живописи, декоративно-прикладного искусства. Каждая коллекция в той или иной мере отражает развитие изобразительного искусства 19-го и 20-го веков. Наш музей – один из лучших при Волжье. А вот качество его хранилища оставляет желать лучшего. Впрочем, республиканские власти недавно пообещали помощь. Условия не простые у музея, но будущее у нас очень хорошее. Потому что в планах, что эти фонды переедут в другое здание, которое будет отвечать всем условиям хранения. Потому что на данный момент нам не хватает места для хранения фондов. Перепады температуры и влажности свое дело делают. Полотна трескаются, ветшают. У художников-реставраторов работы много. Вот так при помощи 5-процентного раствора осетрового клея и папиросной бумаги Татьяна Николаева каждый день подлатывает и заштопывает трещины на живописных участках картин и икон. Работа ювелирная. Накладываем этот раствор, теплый состав клея, на поврежденный участок. Очень аккуратненько. Так, чтобы не сдвинуть частички красочного слоя. Вот таким вот образом. А дальше в дело вступает специальный реставрационный утюг. В руках мастера он творит чудеса. А нарядные экспонаты посетители музея могут увидеть каждый день, придя на выставку. Дмитрий Вороновнин, Юрий Зелененький, телеканал «Моя Удмуртия». В республике решили возродить старинное удмуртское ремесло, плетение лыка. И, как оказалось, делать это не так просто. Мастеров, знакомых с этим делом, практически нет. Но одного все-таки разыскали в Алмарском районе. Светлана Буланова взяла урок у мастера. Вязать лыка Дмитрия Рябчикова научила его мама Евдокия Савельевна. Ей сейчас за 80 плести лапти она стала в 5 лет во время войны. Другой обуви тогда не было. Сам же мастер осваивать ремесло взялся из-за жены. Нужда заставила. Супруга занимается изготовлением кукол в национальных костюмах. Куклам нужны были лапти. Она попросила научиться, и она училась, и дальше пошла. Живое, мягкое, руками чувствуется, энергетика, дерево. Она же сама слушается рук, куда надо, туда и идет. О себе, о семье Дмитрий рассказывает, не отрываясь от дела. 10 минут и лапоть готов. Дмитрий Рябчиков единственный, кто вяжет лыка у нас в республике. Поделиться секретами мастера пригласили в национальный центр декоративно-прикладного искусства. Такой мастер-класс здесь организовали впервые. Лыком никто не занимался, хотя лыко – это было исконно удмуртское ремесло. И потом этот природный материал лежит под ногами. И для чего мы проводим вот этот мастер-класс для наших специалистов? Мы делаем именно для наших специалистов, чтобы они научились этим технологиям. И они могут научить надобников, это людям дать удочку для жизни. Это новая возможность самореализации. 18 мастеров со всей республики специально приехали поучиться лыкоплетению у алнашского умельца. Кеской мастерице по бересте Вере Касимовой новое дело пришлось под душе. Чистить проще, но по мере плетения сохнет. Надо удождать. Береста живее немножко, время работы. Хотя бы нашим детям это передать, показать, что это было. Даже в плане запаха. Они даже не представляют, что чем пахнет. Когда даешь им понюхать лапы, берестя на короб, они не понимают, что это, оказывается, нужно носом ощущать. Светлана Буланова, Василий Хохряков, телеканал «Моя Удмуртия». У нас на этом все. Хорошего дня и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok